Продолжение следует... 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 Только жители нашего села всегда приходят в фотозал, всегда смотрят. Выпускники, которые приезжают к нам на вечера встреч в школу, обязательно приходят, смотрят, фотографируют. И каждый раз приходят сюда как будто вновь и вновь. Потому что каждый раз открывают для себя какие-то новые снимки, какие-то новые фотографии, которые, может быть, в прежний свой приход и не замечали. К нам в школу приходят туристы из других школ, приезжают многочисленные гости, когда в отпуск сюда, в село. Тоже приходят, смотрят, фотографируются. И ежегодно мы проводим праздники Лобовикова. То есть, действительно, мы очень рады, что Лобовиков наш знаменитый фотограф. 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 Самая знаменитая тема Лобовикова, те темы, которые, например, дороги лично мне, жительнице нашего села, это тема природы. Потому что вот то, что он запечатлел 150 почти лет назад, до сих пор живо. И когда смотришь на его, например, фотографии рябинушка или там березка, и понимаешь, что ничего не изменилось, может быть, только одежда говорит о том, что прошло больше 150 лет. Очень интересная тема женские образы. Потому что в деревне почти ничего не изменилось. Также родня рядом, кругом, также бабушки смотрят за мальчишками, девчонками, также дети копаются в пыли, либо играют. поэтому, ну, это дорого нам, и мы это понимаем, вот сельские жители. Лапты-то тоже, они дорогие были, плести-то не все умели, да и некогда. Мне отец подковки уже сделает на лапте, и то, чтобы они не дрались, чтобы на дождь охватило. Такие деревяшки вырежут небольшие, и этим привяжут к локтям, да, и ходили. Так что, когда грязно, дождь вышел, и целый день нога мокрая. Все, промоклась уже. Вот жизнь какая была, да, лапти все носили. Ой, как-то помню, я мне, папа купил мне первые калоши эти. Ой, радостей-то было. Ой, я быстрее была, и давай по всей деревне надо похвастаться, пробежать, что калоши уже купили. Ой, тогда собирались, как называли, вечерка, вечерка, на вечерку все собирались. Ой, кто в лаптях, кто в калошах. Ой, вот плясываем, так ничего не надо. Ха-ха-ха-ха. Отец наш был природный пахарь, а я работал вместе с ним. На нас напали злые люди. Село родное позажгли. Горит, горит село родное, горит вся родина моя. Она очень длинная песня. Наш районный краеведческий музей отличается от музея в Кировской области тем, что на базе нашего музея создан фотоклуб. Члены нашего фотоклуба ежегодно выезжают на фотопленеры Фаленского района с целью просвещения жителей рассказы о творчестве и жизни Сергея Александровича Лобовикова. Первый фотопленер проходил в 2011 году. Как раз он был приурочен ко дню рождения Сергея Александровича в июле месяце, 2 июля члены фотоклуба выезжали в село Белое. И на протяжении вот уже четырех лет ежегодно, летом мы выезжаем на фотопленеры в различные уголки нашего Фаленского района. фаленского района. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы ездили туда, смотрели, знакомились Ну и в итоге собрали коллекцию всю Что у нас было и повезли Специально сделали для этой выставки Контактные снимки Которые были на стеклянных негативах Старой Вятки И на выставке был такой раздел Представляющий наш город в те времена Когда здесь жил и работал Сергей Александрович Вот, поэтому Видите, получилась эта выставка Камерная на самом деле Потому что все-таки формат Небольшой, но она хорошо была Одета у нас в рамы В стекла Прекрасно была сделана экспозиция Причем там оригинальный прием Использован был Поскольку помещения большие Очень высокие потолки Снизили за счет Такой легкой ткани потолок И постелили на полы рогожку И получилось Очень интересно Камерное И как-то тепло Потому что соответствовала Вот эта цветовая гамма самого зала Она очень хорошо работала с фотографией Ну и, конечно, большой ажиотаж Был вызван у посетителей Когда была представлена Коллекция его Фотоаппаратов Его оборудование То, что он держал в руках Следующий этап Это был Линген Туда мы привозили В том же составе Эту выставку Там были уже совершенно Другие пространства Городок небольшой Но все прошли через Через эту выставку Было интересное открытие Но это всегда В общем, сопровождалось Презентация этой выставки Таким событием Событием Которое привлекало Не только Жителей данного города Но и из окрестных Рядом Вообще Со всей Германии Наверное приезжали Но то, что касается Касселя Это точно Ну и следующая выставка Следующая выставка Это третья уже была От Германии Это в Гамбурге Когда решили расширить Имена Лобовиков И гамбургская Художественная фотография В частности Братья Хоффмастер Вот тоже Это было очень интересно Потому что Там Было Найдены Очень многие параллели То есть Те Поиски Художественные Которые Велись в России В частности Это было Начало 20 века То, что мы Отмечаем Живописи И То же самое Мы отмечаем В художественной фотографии У Лобовикова Казалось бы Он обращается К жанру Как передвижники Предположим Крестьянский жанр Детская тема Женская доля И так далее Крестьянский труд Но Обработка Этой фотографии Она дает Создает Элемент Впечатления То есть Черная Белая фотография Лишенная Излишних Детализированных Подробностей Она создает Определенный Образ Состояния И поэтому Очень современно Воспринимались Эти вещи Они как Были Так в струе Тех живописных Поисков Которые Велись В это время В искусстве Поэтому Вот это Пожалуй Его достижением Конечно Было И Когда Мы Рассматривали Фотографии Хохмайстер Братьев Да И вообще Художников Фотографов Этого периода То В этом Они были Пожалуй Близки Действительно То есть Это были Какие-то Было Общее Такое Явление Поисков Развития Фотоискусства Но Ставились задачи Близкие К тем задачам Которые решали Художники Живописцы Графики Художники Художники Продолжение следует...